Привет всем хорошим людям! Слава Украине! Живи Беларусь! Друзья, сегодня будет небольшой стрим. Я вам хочу показать самые засекреченные военные аэродромы Украины. Мы с вами поговорим об одном бельгийском ученом и его трудах 20-летней давности. Ненадолго заглянем в пол Калиновского. Ну еще будет пару видео, как обычно, вечерной солянки. Давайте начинать. Мне кажется, что лучше России нигде не найти. Посмотришь в других странах, что творится. Сколько там нищих, бедных людей. А вы в каких странах побывать успели? Я не успела, я смотрю, наверное, много телевизор. Друзья, после Первой и Второй мировой войны огромное количество ученых написали целые исследования, целые книжки, как работает военная пропаганда. 22 года назад бельгийский ученый-исследователь Анна Морелли обобщила все труды и написала 10 основных законов работы военной пропаганды. Как она работает, что она вбивает в головы людям, основные ее задачи, основные ее посылы. И вот спустя 22 года, это она в 2001 написала, спустя 22 года, хорошие ребята, спасибо им, не знаю кто, взяли эти 10 принципов, которые она написала основных в своем исследовании и наложили на текущий день, что пересекается и как это работает. Нам отказывают в праве защищать свои собственные границы. Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Вся ответственность за возможное кровопролитие на совести правящего на территории Украины режима. Я думаю, православная церковь должна провозгласить Зеленского как официальный приход Антихриста. Официального Антихриста. За наших ребят, которые сейчас сражаются с этой нечистью. И остаемся на стороне вот этих храмов, да, пусть они даже и разбиты, на стороне Богородицы, на стороне Христа. Жители поселка рассказали о зверствах украинских солдат. Мы должны считать их террористами. Террористами. В разделении вооруженных сил Украины, отчаявшись сдержать наступление группировки войск вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начненных фосфором при городах Киева. Наши потери в семь, в восемь раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужа. Кто из вас с самого детства мечтал стать героем? Все вопросы нужно адресовать к этим кукловодам. Донецк и Луганск являются для меня неким зеркалом самого себя. Мы должны стать большой, единой силой. А где ты, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Гойда! Правильно это назвать священная война. Это прежде всего борьба со своими грехами внутри своего сердца. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Иудово племя. Это люди с сердцем изначально предательским. Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. Они здесь, не с нашим народом. Мы хотим быть единым рейхом. И вы должны заниматься собой, чтобы соответствовать ему. Единственное, здесь, конечно, интеллектуалов подобрали. Очень серьезных. В виде Баскова. Второго там с бандитского Петербурга. Я уже, слава богу, забыл все их фамилии. Но, но, иногда пропаганда же, вы знаете, дает сбой. Я хочу после такого, скажем, сюжета, где они отчаянно работают со своими зэпатриотами и всем мозги там перемешивают, показать, что в прямых эфирах бывают сбои. То ли это связано, что через год кто-то начинает давать заднюю, то ли иногда методички выходят из контроля, забывают про 10 заповедей, которые им бельгийский ученый предоставил. Ну, вот такое видео хочу. Ну, надо признать, что заложенный талантливый военачальник. Ну, это надо признать. Это вот просто не обязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик. Вот в смысле военного дела. Он интересные комбинации-то придумывает. Ну, так сказать, надо это признать. Прогрежь надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю. Я не знаю. К Украине надо, конечно, относиться. И к Зеленскому относиться серьезно. Он опасен. Он непрост. Он энергичен. Он, как говорится, в этой истории играет большую роль. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасна. Друзья, в этом сбое я бы хотел отметить не то, что хвалят заложного. Не то, что Шахназаров говорит про Зеленского. А то, что он начинает обществу аккуратненько, по капельке вводить противоядие. И говорит, проигрыш надо воспринимать. Все бывает. Проиграли мы. Хороший сбой. Хорошая подготовка. 21 век победит 19. Следующее видео. Коротко я вам хотел показать секретных аэродромов. Помните, они же в начале войны нанесли удары практически по всем аэродромам. Даже по гражданским. Обстреляли ракетами. А наши самолеты все равно летают. Они два дня там выходят, отчитываются. Все. В Украине ПВО отсутствует. Самолеты отсутствуют. Аэродромы отсутствуют. У нас полный контроль воздуха. А наши самолеты летают. И сбивают их. Поэтому секретные видео вам с наших тайных аэродромов. Знаете, когда я это видео разместил у себя в телеграм-канале, мне понравился очень один комментарий. А мы там жаловались на плохое качество дорог. Ну, если они для самолетов отличные, значит, у нас все дороги хорошие. Потому что они приземляются у нас по всей стране. И они будут летать и крушить оккупантов. Ладно. Я сегодня с утра был в полку Калиновского. Ненадолго заехал к ребятам. 15 секунд вам. Из полка Калиновского. Витаю всех. Дякую Балаганову и его подписчикам за черговый дрон для полка Калиновского. А так само за два комплекта летней резины. Добрых людей больше. Жилия Беларусь. Слава Украине. Хороших людей больше. Друзья, спасибо большое. Хороших людей больше. Подписывайтесь, друзья. Мы будем знать, что их становится еще больше. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok